Продолжаем подробности недели. Спасибо, что дождались. Очередной взлёт цен. На этот раз на бензин. Ещё недавно украинцы с замиранием сердца следили за изменениями цен на автогаз. Ну вот теперь октан. Это значит, что дальше будет цепная ценовая реакция. Подорожают почти все группы товаров. Почему дорожает бензин и на какой цифре остановится? О причинах и прогнозах. Руслан Смещук. Автостоянка в одном из спальных районов Киева. Эта красная машина в последнее время больше стоит, чем ездит. Так дешевле. Это удовольствие очень существенное. Ездить на своей машине, просто так гонять её, извините, возить с себя одного. Машина должна, правильно говорят ребята, машина должна себя купать. Если она не купает себя, она просто, получается, за стоянку плачет, тут хорошие деньги. Леонид работает водителем почти как сапожник без сапог. К тому же ему повезло. Как раз перед августовским подорожанием автогаза перевёл машину на газ. И теперь свой автомобиль используют лишь в самых крайних случаях. Для моего бюджета, для меня двое детей, семья, надо на детей тратить. А на машину, то, конечно, когда надо по делам, когда, ну, знаете, сумки бывает, надо там ещё, тогда, конечно, машина. Хотя у Леонида всё же есть шанс поездить не только по делам, но и для удовольствия. Газ после резкого скачка уже упал в цене. По сути, всё идёт к тому, что цены будут возвращаться близко к тем уровням, с которых они стартовали в августе. И самое главное, что газа на рынке очень много. Сейчас газ в половину дешевле, чем бензин, который уже две недели уверенно растёт в цене. И причин несколько. Это повышение котировок на мировом рынке, на нефть, на нефтепродукты. Бензин, дизельное топливо выросли за последний месяц на 50-60 долларов за тонну. И второй, более важный фактор, это новый виток ослабления гривны. Мы видим, что курс доллара укрепился на 60 копеек за последнее время. Евро почти на 2 гривны укрепилось. А между тем, сама стоимость импортного топлива в долларах. Ведь 80% бензина и дизеля в Украине – это импорт. Но несмотря на факторы объективные, и без субъективных не обошлось. Цены взвинчивают искусственно. Цена на нефть влияет где-то 25% на максимум 20%. То есть теоретически, если мы исходим с точки зрения, как поняла цена на нефть, цена на бензин может в Украине подорожать не больше, чем на 2%. Но у нас же в чём беда возникает? У нас только цена на нефть растёт сразу раз, цена на бензин процентов на 10%. Вся беда в том, что у нас, к сожалению, вот эта монопольная ситуация. Автомобиль перестал для меня быть средством передвижения, стал своего рода роскошью. Евгений Апанасенко работает в сфере IT. Раньше у него был 15-летний Opel. Но после очередного ремонта он подсчитал затраты на запчасти, топливо и парковку. И решил машину продать. Да и новые цены на бензин окончательно убедили. Пора идти в сторону остановки общественного транспорта. Даже такси получается дешевле. Ты избавился от этого камня, который тебе лежал на твоём семейном бюджете. Вот когда я сейчас уже подсобирал достаточную сумму, да, я могу себе сейчас позволить более там новее иномарку, но не хочу покупать, потому что я понимаю, что это будут опять расходы. И дальше только хуже. Вернее, дороже. В следующем году цифры на автозаправках опять могут вырасти. Ведь в проекте бюджета 2018 доллар будет почти 30 гривен. В самом лучшем варианте цена на бензин на 15% подорожает 2018. Это в лучшем. А если это счет, все акцизы, все остальное, может 20-25%. Бензин дорожает, но машин меньше не становится. Ведь пересаживаться на общественный транспорт, как Евгения Апанасенко, готовы не все. Поэтому ищут альтернативу. Кто-то устанавливает газ, как Леонид Федоренко, а кто-то выбирает дизель. Я думаю, что в итоге это скажется на рынке, а именно будет рост продаж в Украине дизельных автомобилей. Потому что если цена дизельного топлива и газа примерно сравнялась, то, естественно, люди начали делать выбор в сторону дизеля. А еще с каждым годом в Украине все популярнее становятся электромобили. В 2015 году их продали всего несколько сотен. В 2016 на порядок больше. Свыше 3000 единиц. Руслан Смещук, Павел Лысенко, Сергей Еременко и Алексей Шматов. Подробности недели телеканал Интер.